Девушки отдыхают Цель нашего мероприятия сегодня проблема крайне важная для всех вас. То есть перевод жилого дома, частного домовладения с печного на газовое отопление. Общие данные. Частный сектор это треть города территориально. Примерно 30 тысяч частных домов. Из них газифицировано только 22-23%. Большая часть граждан не имеет возможности жить в нормальных условиях. Провидор Медведевич сдал постановление, о котором вы все знаете. Номер 13-14 от 30 декабря. Вступило в силу с 1 марта этого года. Эти постановления внесены изменения во все нормативные акты и в правила подключения газа. Главное, что там нас интересует, это установление цены за подключение. Минимум 20 тысяч, максимум 50. Чем ближе дом находится к трубе, тем дешевле. Сейчас цена, которую жители частного сектора устраивают, 25 тысяч рублей до дома. Дальше внутренние работы до 10 до 30. И да, покупка котла уже самостоятельно в зависимости от метража дома. Сейчас нет препятствий со стороны мэрии. Там выполняются оперативно все документы, делают рабочая группа с первым записителем мэра Поповцевым. Который был, кстати, на медике в прошлый раз. Проблема там в фирме гастроэксплуатации. Поподробнее об этом скажет Масленков Сергей Федорович. Вернусь к Старому Кировску. Проблема там еще состоит в одном человеке, которого зовут Галушко Андрей Иванович. Была такая раньше фирма муниципальная, компания Горгаз. Знаете, да? Сейчас как-то, каким-то образом оказалась в его собственности. Он сенатор еще от Омской области. Сам живет во Франции. В поместье на 7 гектарах. Установил самую большую стоимость подключения газа. Практически в 200 тысяч, более даже чем в 200 тысяч обходится подключение. Вот эта вот политика крайне отрицательная. Это и подлость, и ложь, и лицемерие, и жадность этого человека. С этим нужно тоже постараться разобраться. Что касается линии Амурского поселка. Поподробнее, опять же, расскажут специалисты газовых компаний. Но нам тоже необходимо строить трубу высокого давления и подключать дома по более низкой цене, чем сейчас. Это представитель Порта Артура, активист, местный житель. Здравствуйте, уважаемые мечи. Спасибо, что пришли. Сегодня вас гораздо больше. Очень много людей, которые раньше не приходили на наши митинги. Я их приветствую. Они молодцы. Не надо бояться, всем говорили. За себя надо бороться. В нашем городе сложилась такая ужасная ситуация. Вы видите, да? Что наша администрация, наша мэрия, сейчас, конечно, уже спасибо всем этим судам, спасибо ЮЗИ, которая, в принципе, прошла взять трудный путь, пересудилась со всеми нашими чиновниками, вплоть до мэра, и все-таки помогает нам газифицироваться. Вот, и поэтому, я думаю, надо поаплодировать компании ЮЗИ, что она нас не бросила в такой трудный период, потому что все чиновники организовали вот этот мультигаз, облгаз и прочие вещи, которые с нас по 100 тысяч и более хотят содрать, вот, добиваются не знаю чего от нас. Либо жду второго Майдана, мы не хотели этого. Мы два года, уже третий год ходим по всем, вот сейчас пришел по полцам, мы по всем администрациям прошли, кто не знает, по всем чиновникам, писали везде жалобы, вплоть до Москвы, и везде разберемся, посмотрим, ответ нет. И сейчас они тянут время, добиваются того же самого. То есть, каждую бумажку, чтобы получить, пишется, вот, сначала, значит, допустим, того же жили, кого ждем, разрешение на строительство, он принимает документы, месяц ждет, последний день пишет, отказ, необоснованный причем, который нужно обжаловать в суде. Проходит месяц на суд, суд, конечно, выносит решение в пользу жителей, в пользу ЮЗИ, которую мы наняли, чтобы она газифицировала наши дома, но это время. В это время активисты мультигаза ездят, вот сегодня люди видели, не дадут соврать мне, вернее, кто сегодня мне это говорил, поддержите меня, что я это не вру. У нас в Порт-Артуре просто ездила машина и говорила, что, значит, Панченко, директор ЮЗИ, арестован, вся его компания арестована, митинга не будет, никуда не ходите. Было такое? Было. Было? Было, было. То есть вы представляете, что творится? Потом выносят эти бумажки непонятные, каждый дом, стучатся дома бабушки, когда более-менее трудоспособного взрослого населения, ну, молодежи, грубо говоря, которые более грамотные нету дома, стучат каждый дом и начинают, там, не подписывайте договора, мы сейчас вам прокопались, сдавайте деньги, там, и 50, и 80, то есть торгуются за любую цену, как в магазине, давай 50, давай 80, ну, давай, ладно, не устраивай, давай 60. Вот это все сплетни и вранье, не сдавайте деньги, никому не давайте денег, чтобы вас не обманывали. Это первое. И второе. Если вам что-то говорят, вот там, пресы, они вот такие бумажки часто, вот там кого-то посадили, чего-то там уже ничего не будет, вы скажите, дайте мне эту бумагу. Если вы на руки не дали, это вранье. Почему бумагу не дают? Потому что это каждая бумага просто берется в руки, передается в юзу, и с юристами идет суд, и суд выигрывается. Вот поэтому эти бумажки прячут народ. Поэтому вы не бойтесь, давайте дружно, выходите, организовывают митинг, не поленитесь, пожалуйста, выйдите на час, но только митинги они наши видят, и только тогда они реагируют. Все вот эти вот жалобы, просьбы, умоления, и там, когда мы ходили, у вас совесть есть, у вас есть родители, да ни у кого ничего нету. Им никого не жалко, им жалко только свои карманы. Вот и все. Будьте дружными, еще раз с прошедшими праздниками, и газ у нас будет, так же будет и свет, и дороги. Будем дружны, будем судиться, все будет хорошо. Вот почему здесь часто звучит название этой компании юзы. Потому что они пока единственные, кто выполняет постановление правительства, кто заключает договоры по 25 тысяч. Вот их нужно, насколько я знаю, сейчас в том же Старом Кировске люди собирают инициативные группы, подписи, ведь так, да? Да. В эту компанию относят, они там могут начать строительство газопровода уже сейчас. И если получат все необходимые документы на строительство, землеотводы и так далее, и поддержку, поддержку от людей с этого здания. ЗАГС Собрания, Собластного правительства и людей, да, губернатора. У нас ждут отговорки, что денег в бюджете нет. Ну как нет? Когда, я вот повторю, 2 миллиарда хотят потратить на никому не нужную старую крепость. Какие-то кинофестивали проводят, тратят десятки миллионов. Вот сейчас начнется вот эта свистопляска ко дню города, 300-летие, отмечают фейерверки, там праздники, салюты. Это все лишнее. Пока, пока не будут люди жить в нормальных условиях. То есть и наши ветераны Великой Отечественной войны, и пенсионеры, ветераны труда, вот областная администрация это все знает, гастроэксплодация знает. До сих пор отапливаются дровами. В некоторых районах частного сектора у людей нет денег, покрышками топят печень. Какие здесь возможны праздники? Правильно или нет? Правильно. Да, а нам бы хватило построить все газопроводы вот на эти 2 миллиарда, которые они хотят потратить на Омскую крепость, на вот эти развалины, отель какой-то там, отель-ботель там и так далее. Да, необходимо, я считаю, в первую очередь, в первую очередь, пускать деньги на газопроводы. Здравствуйте. Басов Игорь Геннадьевич, председатель Омского общественного городского совета. Мы эти вопросы тоже поднимали по газификации, потому что 21 век, а мы сегодня... Программа газификации города Омска разработана была еще при Расчупке и так далее, а на сегодняшний день нереализована. Также мы поднимали вопросы и о том, что у нас сегодня вечные огни, даже в тех районах, где газифицированы районы, сегодня вечные огни погашены, они не горят. За исключением Русско-Полянского района, вот последние выборы, после того, как мы три раза уже в трех районах этот вопрос подняли, вплоть до Москвы, что к Дню Победы у нас до сих пор эти вопросы не идут. Это тоже вопрос к тому руководству, которое сегодня сдерживает газификацию и чинит препятствия газификации нашего населения, нашего города Омска, наших жителей Омской области. И мы не должны с этим мириться. Это вопрос к Жирикову, почему он саботирует, да, подключение вечных огней, не решает этот вопрос. В том числе поставим вопрос и перед сменой руководства того же Жирикова, занимаемой должностью. Правильно. Надо убирать и таких людей. Да, действительно, если эти люди ничего не делают, тогда они и дальше ничего не будут делать. Даже не выполняя своих прямых обязанностей, я имею в виду Жирикова, Галушко и прочих, только мешают, только ухудшают положение людей. Конечно, они должны быть сняты. То есть вот за этот, по этому вопросу я прошу голосовать. За. И второй момент. Давайте. Жириков депутат законодательного собрания, Галушко сенатор. И что толку от них? Они не услышат никогда. То есть это требование, конечно, да, вот эмоциональное, но надо их в отставку отправлять все-таки. Достаточно жестко. Надо, надо, надо. И главное, чтобы этот вопрос под контроль, я имею в виду газификацию всех. В тюрьму причем. Да, или в тюрьму. Газификацию частного сектора по той цене, которую установил и президент, и премьер-министр, взял под контроль лично Назаров. Лично. И Назаров, губернатор Ромской области. И представитель президента Лицкевич. То есть все остальные проблемы, они не столь существенны. Я думаю, инфраструктурные проекты, вот метро, что-то там обсуждают постоянно. Аэропорт Федоровка, никогда они не закончат, а нам нужно подключаться к газу. Жизнь проходит, здесь много людей пожилых. То есть сколько это можно, чтобы еще и дети, и внуки с этой проблемой продолжали разбираться. Так не пойдет. Пускай берет лично губернатор под контроль. Ну вот кто-то снимает, журналисты, видите. Очень часто телевидение не показывают, потому что у них у многих там свои интересы. Кто-то подчиняется властям, кто-то вот частным компаниям. Так что пытаемся, мы обзваниваем все СМИ. Да.